Чистоту-простоту мы у древних берем, Саги-сказки из прошлого тащим, Потому что добро остается добром В прошлом, будущем и настоящем. Владимир Семенович Высоцкий Язык, которым российская держава Великой части света повелевает, По ее могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, Чем ни единому европейскому языку не уступает. Михаил Васильевич Ломоносов Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, Это достояние, переданное нам нашими предшественниками. «Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием, В руках умелых оно в состоянии совершать чудеса». Иван Сергеевич Тургенев Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, сложных и простых, Для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. Константин Георгиевич Паустовский Известно, что греки всех иностранцев называли варварами, То есть людьми не столь просвещенными, как они. Может быть, сие слишком заносчиво, Однако ж лучше народная гордость, нежели народное самоуничижение. Хорошо заимствовать от других доброе, Но лучше так себя вести, чтобы другие имели нужду от меня заимствовать. «Делайте и говорите, что вам угодно, господа любители чужой словесности. Но доколе мы не возлюбим языка своего, обычаев своих, воспитания своего, До тех пор во многих наших науках и художествах будем мы далеко позади других. Надо обнажить своим умом, а не чужим». Александр Семенович Шишков «Признаюсь тебе, что сколько я не люблю прежних французских, А особливо драматических писателей, Однако желал бы, чтобы язык их менее употребителен был у нас. Он такой же вред делает нашему, Как ничтожный червь прекрасному величественному древу, Которого корни подтачивает». Федор Николаевич Глинка «Русский язык чрезвычайно богат, Гибок и живописен для выражения простых, естественных понятий. В русском языке иногда для выражения разнообразных оттенков одного и того же действия Существует до десяти и больше глаголов одного корня, но разных видов. Что русский язык – один из богатейших языков в мире, В этом нет никакого сомнения». Виссарион Григорьевич Белинский «Голоса в защиту русского языка» С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя. Словесная речь человека – это осязаемая связь между телом и духом. Без слов нет сознательной мысли, Без вещественных средств этих в вещественном мире дух ничего сделать не может, Не может даже проявиться. Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из русского языка, Мы больше стоим за русский склад и оборот речи. Кажется, будто такой переворот предстоит ныне нашему родному языку, Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, Что надо выбраться из нее по-здоровому и проложить себе иной путь. Все, что сделано было доселе, со времен Петровских, В духе искажения языка, Все это как неудачная прививка, Как прищепа разнородного семени, Должно усохнуть и отвалиться, Дав простор дичку, Коему надо вырасти на своем корню, На своих соках, Сдобриться холей и уходом, А не насадкой сверху. Если и говорить, что голова хвоста не ждет, То наша голова умчалась так далеко куда-то вбок, Что едва ли не оторвалась от туловища, А коли худо плечам без головы, То некорыстно и голове без стула. Применяя это к нашему языку, Сдается, будто голове этой приходится Либо оторваться вовсе и отвалиться, Либо опомниться и воротиться. Русской речи предстоит одно из двух. Либо испошлять да нельзя, Либо, образумясь, своротить на иной путь, Захватив при том с собою Все покинутые в торопях запасы. Владимир Иванович Даль Русский язык в умелых руках и опытных устах Красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, Ловок и вместителен. Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка Является не праздным занятием от нечего делать, Но насущной необходимостью. Александр Иванович Куприн Язык есть исповедь народа, В нем слышится его природа, Его душа и быт родной. Петр Андреевич Вяземский Мы знаем, что ныне лежит на весах, И что совершается ныне, Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем И внукам дадим, и от плена спасем. Навеки. Анна Андреевна Ахматова Источник – сайт «Тайны русского языка». Разделы сайта «Тайны русского языка». Поэты и писатели о русском языке. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Книги скачать. Тридцать четыре книги о русском языке. Частушки под драку. Частушки. Русская школа русского языка. Виталий Сундаков. Притчи. Комплименты. Готовься они летом, А свежие комплименты – круглый год. Сказки. Потешки. И на этом все. Плейлист на моем канале «Русская история». Там 151 видео, которое я озвучил. И сейчас я вам покажу этот сайт. «Тайны русского языка». Здесь как раз те разделы, о которых я говорил. Зайдите. Здесь много чего есть. На этом все. Всего хорошего. Канал «Веб-Рассказ». Ссылку на материал, с которого я читал, с ресурса «Конт», я дам в описании под видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok